Всем здравствуйте! Рада видеть вас! Спасибо, что дожили до вечера. На сегодняшний день, на этой прекрасной выставке, в этом зале я вижу много байеров, много дизайнеров, также есть собственники бизнеса, ритейлеры. И, конечно, задача любого ритейлера, задача любого бизнесмена, предпринимателя – это организовать бизнес, который приносит прибыль. То есть основная цель, несмотря на присутствие творческого потенциала, порыва, несмотря на прекрасную идею дизайнеров, все равно смысл любого бизнеса – это заработать деньги. Поэтому в текущей ситуации, конечно, есть некие трудности в постпандемийное время, но главные боли, наверное, при открытии торговой точки, где продается одежда, различные аксессуары, все из фэшн-индустрии. Главное – это не только заработать прибыль, но и как правильно организовать работу торговой точки, как сделать эту работу безопасной и максимально комфортной. сегодня я расскажу, почему важно думать не только о пути денег на торговую точку, но также и о пути денег из торговой точки. И почему в текущих реалиях очень важно организовать этот процесс безопасно. Вообще слово «безопасность» в последнее время слышно отовсюду. Все активно обсуждают, и действительно мир, наверное, никогда не будет прежним. И все стали задумываться и о личной безопасности, и о безопасности бизнеса еще больше. Я расскажу о том, как современная инкассация, инкассация 2.0, поможет увести бизнес из-под удара, и все опасности, которые находятся на торговой точке, то есть влияние опасности на торговой точке максимально снизить. Итак, что же подстерегает такого опасного в работе торговой точки? Как организована работа? Есть торговая точка, торговая площадь, сотрудники, администраторы, продавцы, и есть посетители. Приходят посетители, покупатели, ну, а может и грабители. Мы никогда не знаем, кто перешагивает порог. Что он собирается сделать? Купить товар, принести прибыль или, может быть, ограбить? Что касаемо грабителей, краж, эта тема всегда актуальна была, но, наверное, сейчас еще больше вес имеет. И для грабителя, конечно, может быть интересно и продукция, потому что продаются дорогие шубы. Но товар нужно реализовать, и самый лакомый кусочек все-таки для грабителя – это деньги. Деньги, выручка, которая хранится на торговой точке, и которую можно легко украсть и наживиться. Это опасность. Следующая опасность – это, собственно, непосредственно деньги. Покупатели, которые приходят расплачиваться наличными, приносят деньги. Соответственно, сотрудникам торговой точки нужно, первое, разобраться, фальшиво это банкнота или нет, то есть определить подлинность. Далее эти деньги нужно пересчитать, организовать их хранение. Бизнесмену нужно организовать страхование данных денежных средств. Это все риски, это все проблемы и трудности. И следующий момент – эти деньги необходимо каким-то образом получить на свой расчетный счет. Каким? Есть два способа, которые используют торговые точки. Первый – это классический инкассация. То есть приезжают бронированные машины, инкассаторы, которые забирают деньги с торговой точки, обычно каждый день или через день. И тут тоже определенные сложности. К инкассаторам нужно подготовиться, могут быть ошибки, недостачи. Плюс, если ритейлер использует другой способ инкассации, мы его называем самонос или самоход. Кто как называет, кто-то говорит, это самая инкассация. Это когда бизнесмен хочет сэкономить на инкассации, и кажется ему упростить этот процесс, не вызывать инкассаторов, а перекладывает эту ответственность на сотрудников точки. То есть в конце дня, может быть, даже не каждый день, сотрудники вынуждены относить выручку в ближайший банк или банкомат. И вот тут подстерегает масса опасности. Во-первых, перешагивая порог торговой точки, сотрудники оказываются в зоне свободного пользования. То есть они могут наткнуться на кого угодно, и на грабителей в том числе. Выручка обычно немаленькая, и опасность тротуарного риска высока. Ну и даже если все хорошо, сотруднику повезло, он дошел до банкомата, целый, невредимый, со всей суммой, которую он хочет нести, опять может подстерегать опасность неработающий банкомат. Как часто мы видим табличку «out of service» или там по-русски «не работает», может банкомат не работает. Тогда сотруднику что делать? Искать другой банкомат, нести деньги обратно? И банкомат, бывает, еще не принимает наличные, ну какие-то банкноты отбраковывают. Я думаю, что все как пользователи, простые обыватели сталкиваются с этим. Особенно это часто происходит с купюрами крупного номинала. 5 тысяч, 2 тысячи. Ну то есть непонятно, что сотруднику в этой ситуации делать. Ему возвращаться обратно на торговую точку или ему хранить эти деньги в кармане, в сумке, где? Опять опасность. Ну и возвращаясь к персоналу, это часто меняющийся персонал. На торговых точках работают менеджеры, администраторы, которые могут меняться. Могут меняться в связи с графиком работы. Это посменный график, они могут болеть. И существует текучка кадров. То есть это персонал, который может совершать ошибки раз. И второе, что самое неприятное, может стать причиной внутреннего фрота. Что это значит? Обычно в любой сфере ритейла у сотрудников торговых точек не очень-то большая зарплата. Особенно если мы ее сравним с выручкой. И часто на торговой точке скапливается такая выручка, которая является очень лакомым кусочком для сотрудника. И мы знаем действительные случаи, когда сотрудники авансируют себя из выручки. То есть они выручку недоздают. Соответственно, бизнесмен, предприниматель недополучает эту выручку. И есть другие варианты, когда особенно хороший пик продаж. Например, выходные и праздники. Вот сейчас 1 сентября. Все школьники, сотрудники образовательных учреждений, все одевались к учебному году. Кто-то к рабочему. Период отпусков закончился. Мы все вступили в активную рабочую фазу. Соответственно, все одевались. Я думаю, что фэшн-индустрия вздохнула прямо с облегчением. Наконец-то пошли покупатели. Хорошие выручки. Ну так вот, когда хорошие выручки образуются на торговой точке, а у сотрудника случилось, ну, к сожалению, горестное какое-то событие личное или наоборот радостное. Ну, свадьба, например, у человека. Это же тоже очень большой соблазн. И сотрудник может эту выручку себе забрать и исчезнуть. Может быть, на несколько дней на это мероприятие, а может быть, надолго. Ну, конечно же, его потом найдут. Он, конечно же, во всем раскается, признается, будет обязан все отработать. Но сколько он будет отрабатывать с его зарплатой? Полгода, год, два, пять, десять. Неизвестно. А для предпринимателя вот эта выручка, скопленная за несколько дней, может быть вообще прибылью полугодовой или годовой. И есть еще одна опасность на торговой точке, уже не связанная со всеми процессами, а скорее такая актуальная в мире постпандемийном. Не секрет, что в эти тяжелые времена очень часто закрывали торговые точки по причине того, что кто-то из сотрудников заболевал. Ну, то есть, если кто-то заболел, то обязательно приходила комиссия, проверяла всех сотрудников, все ли здоровы или нет, и точки закрывались. А закрытая точка – это большая беда. Закрытая точка – это неработающий магазин, соответственно, отсутствие прибыли. Естественно, у кассира очень такое большое количество контактов, потому что к нему приходят различные покупатели, но есть еще один источник потенциальной угрозы – это инкассатор. Ну, будь то инкассатор настоящий, который приехал забрать выручку, или, ну, железный инкассатор, да, банкомат, которому сотрудник точки ходит для того, чтобы внести выручку. Так вот, у инкассатора, у него более полутора тысяч контактов в месяц, потому что он постоянно объезжает торговые точки и общается с людьми. Если говорить про банкомат, я думаю, что там вообще более полутора тысяч контактов в день. Соответственно, кассир находится под угрозой. Кассир может заразиться вот от этого потенциального разносчика инфекции. Какой же выход? Что же сделать? Есть хороший выход. Это современная инкассация, которая использует, то есть применяется с использованием устройства современного. Это депозитная машина. Монерон, который устанавливается на торговой точке, в которую можно вносить выручку в любое время, любое количество раз. При этом деньги автоматически зачисляются онлайн на расчетный счет предприятия. И инкассаторы, те самые, которые являются потенциальными разносчиками инфекции, они приезжают на точку в таком случае не каждый день или через день, как это происходит при классике. Они приезжают раз в неделю, раз в две недели. Это происходит гораздо реже. И при этом никак не контактируют с сотрудниками торговой точки. Они самостоятельно инкассируют устройство, изымают денежные средства, вставляют в порожний сейф-мешок и уезжают. То есть контакта с кассиром ноль. Соответственно, у кассира нет опасности заразиться. Какая своеобразная витаминка в современных условиях. Что же такое это устройство? Как оно выглядит? Что такое Монерон? Что оно из себя представляет? И какой услугой может воспользоваться сегодня любой ритейлер? Это называется Монерон Кэш Коннект. Это платформа, которой подключены большинство ритейлеров уже по всей России. Это абсолютно различные сферы деятельности. Подключены все инкассаторы и большинство банков. В эту платформу входит в первую очередь оборудование. Это депозитная машина Монерон, которая устанавливается на торговой площади ритейлера. Это инкассация 2.0, современная бесконтактная инкассация. Это безопасность. Безопасность обработки и хранения наличных денежных средств на торговой точке. Это сервис 360, поддержка на 360 градусов от начала пилотного проекта до полного масштабирования. Услуга онлайн зачисления. Деньги появляются на расчетном счету сразу после внесения в Монерон. И мониторинг МОСТ – это система мониторинга как технического, так и финансового, которая позволяет предпринимателю иметь полный кэш-контрол над движениями всех денежных средств, которые есть у него на торговой точке. От клиента, от кассы до расчетного счета. Вот таким образом это выглядит. Устанавливается Монерон во фронт-офис или в бэк-офис в зависимости от возможностей площади ритейлера. Если говорить о фэшн-индустрии, чаще всего устанавливается во фронт-офис под стойку кассира. Это максимально удобно, потому что в фэшн-индустрии, я бы сказала, скорее правильно называть менеджер, консультант, продавец, а не кассир, потому что он зарабатывает, как раз-таки генерирует прибыль на точке тем, что он общается с клиентами, и его основная задача – это консультировать, а не считать деньги. Так вот, в таком случае, очень удобно, не отходя от своего рабочего места, приняв денежные средства от покупателя, можно внести деньги сразу в Монерон и получить их на расчетном счету. Что делает Монерон? Он проверяет банкноты на подлинность, то есть мы снимаем эту обязанность с менеджера, считает банкноты и помещает их в сейфовую зону, где банкноты хранятся до приезда инкассаторов. При этом зачисление происходит онлайн на расчетный счет, а инкассаторы приезжают, как я сказала, уже максимально редко и не контактируют с сотрудниками торговой точки. Как выглядит в таком случае инкассация? Если мы сравним ее с классической инкассацией, которую сейчас используют некоторые ритейлеры, то мы увидим очень большую разницу. Путь денег, как раз тот самый путь от торговой точки, от кассы до расчетного счета, сокращается как минимум в 5 раз. Если мы возьмем классику, то время тратится на обработку, на организацию хранения денежных средств. При обработке и подсчетах, при заполнении ведомости кассиры могут ошибиться. Это может повлечь за собой повторные пересчеты, которые предпринимателю необходимо будет оплачивать в банк после того, как он узнает о такой необходимости. Это могут быть фальшивые банкноты, которые неизвестно, как попали в сумку к накассатору. Может быть, случайно были приняты от покупателя, а может быть, кто-то их специально туда положил. Мы не знаем. Но опять-таки все эти расходы ложатся на плечи предпринимателя. Следующее – это отвлечение денег из оборота. Те деньги, которые застряли где-то, мы опять-таки не знаем где, может быть, они в кассе остались, может быть, у кого-то в кармане засели, а может быть, все уже и на свадьбу ушли. Вот эти самые деньги, эти деньги предпринимателя, они оказались отвлечены из оборота. Он не может ими пользоваться, он не может закупать товар, не может платить аренду. То есть эти деньги у него фактически вырваны. Ну и, естественно, возникает проблема кассового разрыва. Я думаю, тут всем понятно и известно. Что мы получаем при использовании технологии Монерон Кэшконет? Мы получаем время денег в пути, равное нулю. Деньги, которые получают сотрудники на точке от покупателей, сразу пересчитываются, определяются на подлинность и зачисляются на расчетный счет. То есть все вот эти вот риски временные, потерь, опасности, мы их все избегаем. Зачисление может происходить в любой банк. В платформе подключены все ведущие российские банки. И что касается безопасности, которую обеспечивает Монерон на торговой точке. Ну, во-первых, самое главное – это сейф. Сейф первого класса. Он крепится четырьмя анкерными болтами к полу. И вытащить и открыть его просто так вообще невозможно. Устанавливается Монерон в закрытую, либо в закрытую комнату, либо во фронт-офис. При этом доступ имеет к Монерону только три типа пользователей. Первый тип – это сотрудник точки, клиент. Второй тип – это сервисный инженер, который может приехать и произвести обслуживание. И третий тип – это инкассатор. Что касается инкассатора. У многих ритейлеров есть опасения, что к ним приедет какой-то нехороший инкассатор. То есть тот, кто не инкассатор вовсе. Так вот, здесь опасаться нечего, потому что деньги, которые находятся внутри Монерон, они уже зачислены на расчетный счет предпринимателя. А физически банкноты, которые находятся внутри, они принадлежат банку. Поэтому, собственно, беспокоиться не за что. Но в любом случае инкассатор имеет очень сложный… Инкассатор имеет три ступени доступа по безопасности. У него должна быть карта, он должен знать пин-код, и еще он должен знать код от сейфа. Везде во всех трех зонах – зонах кассира, инкассатора и сервисного инженера – электронные замки. То есть ключей фактически никаких нет, поэтому ключи украсть невозможно. И нет никакой опасности проникновения злодеев в определенную часть Монерона. Ну и что самое главное, все это онлайн управляется. То есть доступы управляются в удаленном режиме, в режиме онлайн. Можно отследить все действия, какой пользователь, когда и какое действие совершил. Что касается того самого удаленного мониторинга, Монерон Мост, это вообще уникальная история для предпринимателя, когда он может получить полный кэш-контрол над всем движением денежных средств в его торговой точке. Как это происходит? Существует программное обеспечение, это Монерон Мост, система мониторинга, которая может быть интегрирована в любую учетную систему ритейлера. При интеграции мы получаем возможность контролировать заработка денежных средств на торговой точке, сколько было заработано, сколько было внесено в Монерон, какая сумма, какие денежные средства были зачислены, и контролировать остатки. Вот это все обеспечивает контроль и безопасность на торговой точке от невнесений, от грабежей, от внутреннего, внешнего фрода. Все это можно контролировать и мониторить в режиме онлайн удаленно. Итак, что же получает по итогу ритейлер, который перешел на инкассацию 2.0, на современную бесконтактную инкассацию? Он получает в первую очередь онлайн зачисление снижения затрат, таким образом оптимизирует все процессы на своей торговой точке. Сотрудникам торговой точки больше не нужно вручную проверять банкноты, считать, заполнять ведомости. Они застрахованы от ошибок, то есть они их в принципе сделать не могут. И соответственно все деньги онлайн зачисляются на расчетный счет. Экономия времени на подготовку к инкассации. Больше сотруднику не нужно готовиться к приезду инкассаторов. Это отличная возможность для того, чтобы заняться своими непосредственными обязанностями. Это продавать и генерить прибыль, выручку для предпринимателя. Безопасность и минимизация рисков траты наличных. Здесь все-таки вернувшись к безопасности на точке, безопасности здоровья сотрудников, в том числе, и о которых также очень важно думать. Если на торговую точку вдруг придут не покупатели, а грабители, в таком случае мы всем нашим клиентам рекомендуем инструктировать их сотрудников о том, чтобы они отходили, давали спокойный доступ и говорили, вот наш сейф, пожалуйста, что хотите делайте, открывайте, взламывайте, что можете. Ключей нет, соответственно сговор также исключен. Ключа физически не существует, поэтому открыть Монерон невозможно, не имея специальной карты и не зная кода. Мы работаем на текущий момент с очень большим количеством ритейлеров, как фуд, нон-фуд и фэшн-ритейл. Это порядка 25 тысяч установок по всей России. Работаем от Калининграда до Дальнего Востока. Собрали уже очень большой опыт. Каждый ритейлер находит для себя что-то очень важное, что-то особенное в услуге Монерон Кэш-Конект. Если говорить о фэшн-ритейле, то это Мелон Фэшн Групп, магазины Бифри, Лав Репаблик, Зарина, Гулливер, сеть детских магазинов, Юникло, Спортмастер и многие другие. Как происходит установка? Мы все делаем под ключ. Вам беспокоиться ни о чем не нужно. От вас нужен только адрес, о остальном договоримся мы сами. На торговую точку установка происходит в два простых шага. Первый шаг мы производим доставку. Доставку и установку. Это в первый день, в первый приезд одной бригады. И во второй день приезжает инженер, который производит настройку, запуск и обучение сотрудников. Все. В этих два простых шага, без какой-либо специальной подготовки, вы получаете под ключ услугу, получаете под ключ оборудование на вашей торговой точке, с которым можно начинать работать сразу, носить выручку и получать ее сразу на своем расчетном счете. Нам, по сути, нужны очень минимальные требования, которые в любой торговой точке и так присутствуют. Это доступ в интернет, это розетка 220 вольт и договор с банком. Все остальное мы сделаем сами. Я приглашаю вас посетить наш стенд. Сможете послушать более подробную детальную информацию о Монерон Кэшконнект. Обменяемся контактами. Моя визитка электронная на экране. Можете сфотографировать. Продемонстрируем вам работу Монерон и ответим на любые вопросы. Будем рады. Подключайтесь к современной платформе Конкассации 2.0 и забудьте о всяких страхах и опасностях. Будем все в безопасности. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.